Ребята, у нас с самого начала есть какой-то план, которого мы будем придерживаться? У нас есть какой-то план, мы его будем придерживаться. Конечно есть. Будем лететь, идти и снова лететь. Я надеюсь, первого будет больше. Ой, наоборот, второго. Ты там сказал. Тебя за язык никто не знает. Привет, мой nombre ist Jochen Leukovitz. Я хочу все genau durchschauen. Я вам wichtig, что телефоннер, а в том, что я не знаю. Нет, нет. Нет, нет. Это да. У тебя есть паспорт? Пойдем за едой. Я уже взял еду, но тебе только осталось. И я хочу очень herzlich приветствовать, дамы Барцентра и Баркеттлобштеймак. Вот так выглядит наша комната, а завтра двигаем в пульс. Так, Жека, этот холодильник ты собрал все наше, да? Да. Куда-то у нас пропало солнце, в принципе пыхи термиков видны. Попробуем, посмотрим. Как обычно, коровки, бычки. Это старт. Все ждут. Еще никто не стартовал. Белый, по-любому, знает, что делает. Белый сейчас прям сдохнет. Блин, если он там сдохнет, где там посадка? Один лес. Дует север. Только что был затишок. Люди хорошо уходили. До этого уходили прямо колбасилой. Смотрите, коло лежит у меня в ногах. Будем ждать опять штилевых условий и стартовать. Да, Женя? Да. Идиотская ситуация, конечно. Ничего не остается, как это у нас клеванта. В принципе, ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я садился вот, посмотрите, сюда, на вот эти... И буреломчик такой, целился на дорогу. Но запирало. Запирало ветром. И на акселераторе я очень слабо летел вперед. Друзья, это обидно до слез. Это... Мне тяжело передать, конечно, эти эмоции. Легких путей не ищем. После моей этой посадки. Сел так, что тропа и дорога идут только через низ горы. И это по километражу было 8 километров. 8 километров я идти не захотел. Хотя, может быть, зря. Потому что, мне кажется, времени я потрачу столько же. Только путь сильно сложнее. После моего второго подъема пролетел, взял два хребта. Сел вот здесь. Ребята сейчас приедут. Поедим. Ну и продолжим дальше. Вечер. Последний хайк сегодня. Спереведу дух. Ребята меня накормили. И я двигаюсь наверх, чтобы с горочки 1700 просто на долете догнать немножечко тех ребят, которые впереди. Утром была ошибка. Была ошибка, которая стоила мне очень много времени. И место в этих соревнованиях. Насколько там сильно дует? Красота. Вершинка горы 1780 метров. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Проследний хайк. Верховного хайк. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Кулакова так выглядит наш ужин вот у нас горелочка ящик женя вон там делать всякую еду утро следующего дня у нас есть некоторые соображения по поводу того как двигаться обратно потому что например для того чтобы зайти на гору нужно примерно три с половиной часа и по этой погоде может быть опять такое что можно не долететь просто дойти до аффленса это четыре с половиной часа подумаем и а и и и а и Замын? Второй раз затуплендился, потому что аксель неправильно проведен, здесь подвеска, которая нигде не расстегивается, и получается так, что аксель лежит поверх всего и не дает правильной растяжки к окону, и мне одна из строп под коленками давит. Со второго раза только понял, в чем дело, сейчас надо перетеплять. Вон там впереди дождь, пора на посадку. Я уже сел, подходит дождь, чуть раньше прогноза, кто-то там вверху еще есть, надеюсь, чуваку повезет, он сядет до дождя, я же хотел бы сложиться до дождя, по-сухому, в принципе, тут можно и под крышей, конечно, потом сложиться. Хорошая тренировка, прогулялись в гору, настроил акселератор, все работает, с подвеской все в порядке, чуть-чуть полетали, ну, с погодой не очень повезло, ладно. Так, ну, до дождя мы не успели, капает крыло в рюкзаке, уже не то же, все как мы любим, по дождям, по грозам. Жека, а почему мы в подвале? Мы выбираем, чем моя бабуля будет спонсировать белорусскую команду. Да, Женя вот уже огурчики взял, вот. А это что? Заверкрауд? Нет, это у нас почитание, что написано. Свекла.